Речная и дачная навигация на Амуре завершается. С первыми заморозками садоводы Левобережья спешат подготовить грядки к зиме. Притом, по данным перевозчика, пассажиропоток за последний месяц упал на 30%. Какой урожай собрали хабаровчане, знает Кирилл Рогачев. К центральной речной остановке причаливает один из последних в этом сезоне теплоходов на Хабаровское Левобережье. Садоводы ступают на трап с привычными рюкзаками с инструментом и питомцами. Она с удовольствием ездит на дачу. Я только собираюсь, она уже впереди меня, около двери стоит. С хорошим настроем. У нас там печка. Сейчас затопим печку. Будет тепло, хорошо. Ой, замечательно. В пути только и разговоров, что о завершении сезона и очередном летнем паводке на Амуре. Капитан-механик Сергей Слабов ведет речной трамвайчик вдоль подмытых построек и срезанной будто косой линии берега. Большая вода с островов ушла, места причала пришлось менять. Меньше воды не значит, что лучше. Вот, допустим, на километрах меньше воды, это уже подходить сложнее. Нужно там или с разгоном, или еще как-то. Потом отходить опять же сложнее. А так вот, когда вот примерно вот так хорошая вода, вот так нормально, мне нравится. Перевозчик подводит предварительные итоги навигации. В этом году пассажиров еще меньше, чем в прошлой ковидной. Пассажиропоток на дачных маршрутах за последний месяц снизился на 30%. Если со стартом навигации в мае перевозили 15 тысяч пассажиров, то уже в августе только 11 тысяч, а в сентябре и вовсе 8. Сейчас, в октябре, еще меньше загруженность речных трамвайчиков. Дачники спешат подготовить участки к зиме. Урожай уже убран. С первыми заморозками звенят только одинокие кочаны капусты. Сейчас осень, надо все укрывать, закрывать, укладывать все это. Ну, а остальной погода-то еще будет. Ольга Ивановна решает сливать воду из бочек и срывает букеты цветущих хризантем из сентябринок. Созрел и декоративный физалис. Урожай хороший, цветы самые лучшие. Все, что посадила. Помидоры, огурцы, картошка, всякие салаты. Это все, что... Тут хорошая земля. Все растет хорошо. У садоводов же с большой земли фора будут ездить на участки до первого снега. Самая известная дачница края Эрика Терехова открывает осеннюю посевную, высаживает чеснок и уже обрезает кустарники. Смородину можно вырезать, потому что смородина – это такой ребенок, который вырезать можно в любое время. Она это все прекрасно переносит. Хабаровчане признаются, в этом году работали активнее, чтобы больше закатать на зиму. Кирилл Рогачев, Роман Матвеев, Алексей Шабельников. Вести. Хабаровск.